Что ты знаешь об отношениях с девушками? Да и вообще, что ты знаешь о самих девушках? Я, как эксперт с мировым именем и со 100% девственностью заявляю, что есть 4 типа девушек Истеричка, тихоня, царица и ебанутая Истеричка, гиперактивная, всем недовольная особа, практически эмоциональный наркоман Хлебом не кормить, дай только наорать на кого-то Подмятые парни таких дам часто оправдываются тем, что они якобы выбрали львицу, а не овцу А значит они либо львы, либо запашные хуевы Данный вид подойдет только для любителей постоянного тонуса мышц полубулочного очкопсуса Тихоня Незаметная, словно шиноби скрытого листа Закомплексованная, зажатая, грустная тян Зачастую затворница в лучших традициях хики-камори В основном приверженница консервативных взглядов Скучная, но отлично подходит на роль жены Царица ЧСВшная лакшери Чика Ей всегда нужно быть в центре внимания, чтобы ее все хотели и завидовали Модно, дорого, бессмысленно Ебанутая Самый противоречивый тип В большинстве случаев сразу не распознаешь Обычно ей нравится то, что не нравится остальным Тянет в крайности и максимализм Частая перемена настроений, воображаемых друзей В общем, для тех, кто ищет острых ощущений Бывают, конечно, и смешанные типы Например, ебанутая тихоня или истеричная царица С этим нужно быть аккуратным Переходим к действиям Подготовка Перед знакомством промониторю странички в соцсетях Что публикует, что слушает, с кем общается, какие интересы По одной анкетке ВКонтакте можно понять о человеке практически все Фотки нет, значит страшное Если фотки в одном ракурсе, значит только этот ракурс не страшный Далее, смотрим аудиозаписи Если только гуф и каспийский груз, значит на 90% умственно отсталые Если маскируют философскими цитатками на стене, значит 100% Особь, если честно, на любителя Но если особо за жизнь тереть не собираешься, то ну и к лучшему С пацанами наговоришься Если на аватарке в сексуальной позе Или от фотографии к фотографии все меньше и меньше одежды Значит царится в режиме распродажи У таких обычно в 99 случаях из 100 Есть фотографии с цветами Вот примерно по букету рассчитываются они Если вся такая невинная, не красится, читает Бродского и Кавку То два варианта Либо тихоня, либо ебанутая Здесь только метод тыка, либо плотный мониторинг Если все фотки красивые и все выложены в один день Значит это вообще мужик Лично мой совет Выбор, делай головой, а не пипиструнчиком Так как страсть заглушает поначалу все недостатки Но страсть проходит, а недостатки нет Свидание Каждая баба будет пытаться подмять тебя под себя Особенно, если ты сам изначально не определишь У кого из вас будут яйцеправления Тут все просто На первое свидание входишь словно в хату Сразу уверенным тоном поясняешь, кто по жизни Сразу видно, что мужик, а значит уже по званию выше Очко драить не будешь, под каблук не ляжешь и все тут Главное не ссать Это всего лишь женщина, а не таракан на кухне Букетный период Здесь смотрим, кто кому первый пишет и звонит Если в 95% случаев ты, значит предзаказ аннулирован Дальше будет либо я не разобралась в себе Либо ты просто хороший друг Оба варианта проигрышны Ты конечно можешь попробовать Но из франзоны вообще-то еще никто не убирался Есть конечно козырь Морально сравнять ее с говном Чтобы в ее глазах ты выглядел намного выше Но это требует мастерства и ловкости Так что я бы на твоем месте уже искал другие варианты Ну тут думаю сам разберешься Все индивидуально Только знай, что чем громче кричит, тем больше у тебя на ушах лапши Тут главное не расслабиться В бабах природы заложено Они все врут Чем больше ты уверен, что она у тебя не такая Значит тебе врут больше остальных Причем врут зачастую просто так, безо всякой причины Бабы любят только сильных или совсем жалких Если будешь слишком жалкий, то бросит тебя Если слишком сильный, то бросишь сам Учись балансировать Не верь слезам Всем бабам периодически нужно плакать Это нормальный биологический процесс Поэтому истерички всегда находят повод для ссор А тихонь и ебанутые просто так плачут С ровного места для прикола Это кстати довольно забавно По итогу абсолютное большинство скажет, что Постоянно ссориться это нормально Все ссорятся и без ссор отношений не бывает Это полный пиздеж Я установил несколько простых правил, следуя которым Любые отношения можно вести практически идеально Первое Старый добрый сексизм Только ты главный Доминируй, властвуй, унижай Ставь правила и будь принципиальным Либо по-твоему, либо никак Равноправия не существует Если не управляешь ты, то управляют тобой У женщины нет мудрости вести отношения Если ей доверить брызды правления, она обязательно все просрет Главное не переборщи А то я знаю несколько примеров Когда девушек морально ставили ниже плинтуса А потом сами же теряли к ним интерес Второе Материальная сторона Зарабатывай намного больше, чем она Чтобы подкреплять свой авторитет В идеале, чтобы она вообще не работала Так ты избавишься сразу от 90% всех ссор По типу Ой, я устаю, чё это я должна готовить и убираться Если финансовая сторона будет на тебе У ней освободится время, чтобы полностью освободить тебя От всех бытовых проблем на пути к твоим целям и мечте Но если при равной занятости и доходе Хочешь каждодневный рэп-баттл по поводу ее прописки на кухне Дело твое Третье Выводи на разговор на любую херню, которая тебя не устраивает Или попросту становится как-то подозрительно Заебывая ее так, чтобы даже мысль не появилась о загулах и сексуальной грусти Следуя этим простым принципам Ты сможешь все держать в своих руках И помни Если девушка тебя не усиливает То она обязательно тебя ослабляет Если 80% всего времени ты думаешь только о ней и ее проблемах Значит ты по жизни уже идешь не туда Инфа проверена на 200% на моей бывшей девушке Мне можно верить Так что подпишись на канал и группу ВКонтакте Чекни Инстаграм Там будут выкладываться все новости относительно роликов Ну и конечно же Не забудь жмякнуть Лукашенко и написать в комментариях Как ты со мной не согласен Всем счастья Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok